Привет, мои роднулечки! Привет, мои сладенькие! Привет, моя мамочка! Привет! Привет, папуля! Привет! Привет, Полюсечка! Ну что, ребята, начинаем наше приключение? Да! Приключение началось еще вчера. Будем рассказывать, нет? С нашим зрителем, что случилось? Нет, я еще ничего не рассказывал. Папа, папа, у меня манки упал в метро! Нам сегодня только манки пришли, я уронила в дырку манки нечаянно, поэтому я плакала, а еще сейчас я грустю, потому что я пить очень хочу. Ребят, всем привет! Сегодня мы улетим в Таиланд. Сегодня начинаются у нас каникулы и без приключений у нас не бывает в нашей семье. 20 числа мы должны были улететь в Таиланд, но по непонятным каким-то причинам мы самолет свой профукали. В общем, Катя маленько напутала даты и мы за полчаса только узнали, что у нас самолет. Вылет был 20-го ночью, а мы думали 20-го вечером. И мы за полчаса только проверили именно билеты и поняли, что у нас ничего не собрано и за полчаса мы никак не долетим. В общем, самолет мы профукали. Короче, наша семья без приключений не может. Нам, естественно, пришлось покупать билеты заново в одну сторону, обратно у нас билеты уже взяты. Вот. Что еще можно рассказать? Мама сегодня собирала одна вещи, везла детей в Шэньчжэнь. Мы тоже помогали. О, молодцы. Да, помогали, посылали посуду помыли. В общем, ребята, мы находимся сейчас в Шэньчжэне, переночуем здесь и завтра рано утром едем в Гонконг в аэропорт. Вылет в 10.25 с Гонконга. Вот поэтому и мы заморочились. Надо было перебраться поближе к границе, к Гонконгу. Поступила идея переночевать здесь в гостинице. Да, сегодня поснимаем наш перелет. Мы в Таиланд едем. Девчонок, очень хорошее настроение. У нас, тем не менее, тоже хорошее настроение. У меня плохое. Это, смотри, Thai food. Тайская еда. У меня плохое. Может быть, в Таиланде послушаем. Несмотря на все приключения и разочарования, естественно, мы разочаровались. Это был минус для нас, это было огорчение для нас. Мы это дело пережили. В общем, ничего страшного. Настроение очень хорошее. Мы едем отдыхать. Отдых начинается. Самое главное, настроение хорошее от того, что мы едем отдыхать с ноутбуком снова. Да? Ты уже рассказал? Нет, я еще ничего не рассказывал. Ребята, в общем, я еще сегодня съездил в Гонконг и купил ноутбук. У меня счастье. Полные штаны. Об этом может быть чуть попозже. Ребята, вот это наш номер. Давай, обзорить будем. Как все настоящие блогеры. Одна кровать. До пяти утра нам вполне хватит. Даже до шести, да? Поспим здесь. Там окно, посмотри, Никуся. Здесь окно с обманом. Смотри, если ты будешь внимательно смотреть, ты увидишь многое здесь. Смотри. Что там? Что там? Там другой коридор. Там другой коридор, представляешь? В комнате души. Ну, это было лучшее, что я мог найти здесь. Хватит нам. Нам хватит до утра. Хватит. Ляжем. И такой номер будет стоить 219 юаней на сутки. Умывальник вообще в коридоре. Ну все, ребят, сейчас будем детей укладывать. Шесть тридцать утра. Мы уже на границе. Только встали. Вообще сил нету. Девчонок еле подняли. Ну, они легли, потому что в 12. Мы сейчас приехали на границу. Здесь отходят автобусы в основном. И мы решили воспользоваться вот такими черными микроавтобусами. За 150 юаней они везут в Гонконг аэропорт. Не выходя из машины, просто подаешь вот эти бумажки, заполненные паспорта. И проезжаешь. Буквально все быстро происходит. Так, а это нужна бумажка для того, чтобы выехать из Китая. Сейчас надо все заполнить. Ну все, мы в аэропорт приехали. Ура! Девки спят на ходу вообще везде. Машины только сели, сразу вырубили, всю дорогу спали. Я тоже так хочу. Все, погнали на регистрацию. Погнали. Как настроение? Ого! Ммм, белый шоколад очень вкусно. Мы летим тайскими авиалиниями. Нас в самолете будет кормить уже затем? Том-Ямом. Том-Ям, Том-Хана, выбор. Ребят, находимся сейчас в 7-11. Купили колу такую вот интересную. Original taste. Special edition. Специально какая-то серия. Китайская, видимо, ограниченная. Новогодняя, 2018. По вкусам китайской водки? Это, думаю, со вкусом своего молока. Обычная кола. Правда? Да. Может быть, просто бутылка? Блин, 20 долларов. 20 долларов стоит бутылка. Ну-ка, а где кола? Обычная кола, просто красиво выглядит. Нет никакого вкуса водки. Водки. Ребят, сейчас наступает год собаки. Вот 16 февраля будет китайский Новый Год. Посмотрите, как красиво китайцы украсили все к Новому Году. Цветы, собачки, вообще такая милота. Ну, мне кажется, цветы искусственные. Хотя там в основном зале были натуральные цветы. Эти настоящие, да? Настоящие цветы. А вот эти желтые орхидеи. Искусственные. Настоящие цветы. Правда? Да. Красота вообще. Слушай, правда пахнет так вообще шикарно. Взвешиваем Полинку. 26 килограмм. Вот это тушеночка. Ну-ка маленькая тушеночка. 23 килограмма. Поля, отойди, отойди. Девочки, какие ощущения у вас? Летите в Таиланде. Что у вас? Просто такие скромные ощущения. Дети, блин, не могли дождаться, когда уже посадка начнется. Тайские костюмы, да? Да, тайские костюмы. Тайское приветствие уже. Садиква. Давай маленький футбор. Попейте. Ребят, мы уселись. Большой очень самолет. Смотрите какой. И нам сразу же выдали наушники. Покажи. Наушники. Вот это, посмотрите. Такие прям достойные. Я так понимаю, мы будем здесь телевизор смотреть. Вероника уже нашла пульт. Покажи. И уже управляет телевизором. Слышно, нет чего-нибудь? О, слышно? Инструкция по безопасности. Слушай, сейчас. Слышно? Нет. Забудем. Принесли снеки прикольные. Какие-то чипсы с морскими водорослями. Чуть остренькие. С пивом в самый раз. Кстати, по поводу спиртного. Он там катит. Не знаю, ни разу не пробовал спиртное в самолете. Я думаю, что надо это исправить. С доходчиком пробивать. Не знаю. Я посмотрю, там крепкое что-то даже есть. Ребят, взяли белое вино. И... Виски. Сейчас будем пить, блин, сидеть. Все, отпуск начался. Давайте. За отпуском. За отпуском. Выбирай. Полина, выбирай. Я думаю, что надо так вот свет включить. О, смотрите, как хорошо все видно. Принесли булочку. Она так пахнет шикарно. Она теплая. Ребята, вот выпечка, понимаете? Обычная, не сладкая выпечка. Не как в Китае. Здесь, я так понимаю, можно будет чай заварить. Это какой-то пудинг, да, Катя? Что это? Кофейный пудинг вообще пахнет. Ой-ой-ой. Фрукты, скорее всего. Манго и дыня. И я себе заказал рис с курицей. Все такое горячее прям. Вот она, курочка с травонькой. Что у вас? Спагетти со свининой. Слушай, аппетитно выглядит. А более что взяла, мне интересно? Более рис с курицей, а Ника тоже спагетти со свининой. Ммм. Приятного аппетита. Спасибо тебе, тоже приятно. Я ожидала тайских авиалий какую-нибудь тайскую кухню. А здесь, так, обычная. Ничего особенного. Сейчас, ребята, будем практиковать наш плохой английский. Самое главное, не комплексовать. С умным лицом говорить. А уж она не поймет, это уже ее проблема. Виски с айсом и колом. Красота. В этот раз поменьше мне налили виски. Видимо буянить начал. Я смотрю, я смотрю мультик и кушаю. Я тоже. У меня вот этот трио, а у него хомячки вот такие включены. Ну что, как масло? Масло, я уже попробовал, оно напомнило мне детство. Трудное детство. Бедные времена. Бедные времена, да. Соленое масло. Оно, кажется, если я не ошибаюсь, называлось у нас крестьянское. Именно соленое. А что, еще нельзя попросить виски? Он все по-русски говорит? Да. Он по-русски говорил, доченька, мы сами в шоке. Мы даже камеру не успели включить. Он такой, вам еще надо виски? Короче, виски у них закончился, они предложили коньяк. Он говорит, если вам надо еще виски, то я вам принесу. Он говорил, все по-русски, и мы просто вообще не ожидали русскую. Мы рты открыли, такие на него сидим, смотрим. Он говорит, соленое виски, лед, кола. Он говорит, хорошо. Так четко говорит по-русски, вообще круто. Получается, ребята, второй стаканчик. И мне так хорошо уже стало. А ты попробуй коньяк. Окей, виски пробуем. Это коньяк. Что? Ну как коньяк, господи. Вкусно, нет? Вообще, да, приятно. Вкусно. Это булочка маленькая. Приехал мой виски. Смотрите, как он у меня оформил. Еще какую-то вот штучку еще поставил туда. Где вы учили язык? Я учился в Москве. В Москве? Да. Сколько вы языков знаете? Русский? Ну, вообще, я рассказываю по-русски, по-английски, китайски. Здорово, вообще здорово. Ну, китайский только на борту знаю. Так, чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Умею читать язык. Немножко. Просто. Смотри, как я лежусь. По опыту вот эти банкоматы фиолетовые, банк называется SCB, по-моему. SCB. За одну транзакцию берет 150 бат. А курсы везде одинаковые, там, по-моему, 200 бат. Да, и не все берут 150. Допустим, вот этот, может быть, 200 берет бат за транзакцию. Поэтому сразу снимайте побольше суммы. Да, да, да. В общем, ребята, не успели мы деньги снять. И там нас перехватили. Сказали, вам нужен трансфер до гостиницы. Мы сказали, да. И они предложили бесплатно доехать до гостиницы. Они предложили оплатить нам такси. И взамен мы должны будем через 3 дня посетить элитный отель. В течение 90 минут там будет экскурсия, все будут показывать. Он говорит, это не обязательно, что вы будете проживать там. Захотите, будете жить, захотите, не будете. И в качестве подарка они еще предлагают 2 билета на экскурсию на острова Джеймсабонда. Главное, проверим это. В принципе, халявой так попахивает конкретно. То есть он оплатил такси 650 бат до наших апартаментов. А дальше мы посмотрим, что будет. Едем бесплатно, ребята, прикиньте. Вау, сразу тепло, Ника. Дождик был, ребята. Жарко. Мы сейчас поедем в гостиницу, оденем купальники, сверху платье. И потом поедем кушать. И после, когда мы покушаем, пойдем купаться. Все, мы приехали. Вот наше место на все наши каникулы. Называется Ливинг. Ливинг. На фотографии хотел бы искать место покрасивее выглядело. Эх, ну ладно. Сейчас посмотрим, может внутри посимпатичнее будет. Здесь сразу же такая парковочка. Прям кондо небольшое, я хочу сказать. Здесь, видимо, лестница. Противопожарная. А вот, кстати, эти велосипеды по всему Китаю. О, она разблокирована. Есть теннисный стол. То есть можно поиграть в теннис. Есть спортзал. Есть постирать где. Все есть, понимаешь? Да, выглядит, конечно, не очень. Но я надеюсь, что номер будет хорошо выглядеть. Дозвониться мы до хозяйки не смогли. Она должна нам ключи дать или там хозяин. А девчонки, не долго думая, взяли ракетки, шарик. И играет что? Бобинтон. Бобинтон. Вероника Бобинтон играет, Полина в теннис. Давай, Поля. Давай, давай, отбивай. Давай, Ника, подавай. Это что за подачей была? Вот наша квартира. Печка, конечно, вообще убитая. Ну, чистенько, кстати. Можно, кстати, не топтаться. Ну да, не топтились-ка, а? Ой, печка, правда, смотрите, какая грязная. Туалет. Душевая. Не топчитесь. Отлично. Ну, так достаточно все скромненько после того жилья, где мы жили первый раз. Ну, телевизор, кстати, достойный. Здесь такие прям потертости. Здесь, наверное, диван раскладывается. Да, он раскладывается. И спальня, ребята, вот такая вот мебель здесь. Большая кровать. Диван разложен, дети будут там спать. Балкон смотрю еще есть. На фото, конечно, симпатично выглядело. Так, кондиционеры. И вот он наш вид. Вау. Крыши такие прикольные. Рыжие. Ну все. Сейчас разместимся. Он нам маленечко там по бумагам сориентирует. Напишет нам Wi-Fi пароль. И пойдем обедать. Второй обзор от нас. Более внимательно посмотрели. И нашли много очень недочетов. Смотрите, здесь печка в очень плохом состоянии. Она работает, но она в очень плохом состоянии. Ржавая какая-то. И то ли грязная, то ли что, непонятно. А также они забыли помыть холодильник. И он побежал у них. И он прям, смотрите, вода там стоит. И главное дело, ни тряпки, ни швабры, чтобы это помыть. Ничего нету. С хозяином договориться не может. Да, еще, кстати, начали заполнять договор. И хозяин запросил депозит. Мы бронировали жилье через Airbnb. Там ничего не было сказано про депозит. Поэтому мы отказываемся платить депозит. Но хозяин сказал завтра придет, будет. Что-то нам покажет. Что там написано? Нет, не написано тут. И Airbnb запрещает брать депозит. Ааа, вот так вот. Поэтому я отказываюсь, настойчиво. Потом из недочетов. Ну вот это вздутие на журнальном столике. Потом грязный диван. Там прям щели очень много грязи. Ну, за диваном как-то грязновато. Ну, по спальне вроде бы ничего. Много квартир похожих. Они просто самую лучшую выбрали, нафотографировали. Мы ее посмотрели. Нам она понравилась. Заселились. А в итоге получили вот это. Такая квартира нам, ребята, обошлась 1800 рублей за сутки. Настроил радионяню. Теперь я буду спокоен. В общем, смотрите, ребята, выходишь, да. Вот так вот выходим из комнаты. Нажимаем защита. И он мне будет отправлять сообщение, что зафиксировано какое-то движение. И будет также писать на сервер. В общем, удобная штука. Берите в дорогу. Что-то около 70 или 80. Они все стоят. Все спрашивают, а кто же остается у нас с детьми, если мы уходим. Вот эта штука остается с детьми. Я всегда за ними наблюдаю, ребята. Сейчас, в общем, пришел сотрудник. Принес постельное белье. Запасное. Потому что мы будем стелить детям. Полотенце принес. Дополнительный комплект постельного белья для дивана. Это то ли на матрасе, то ли одеяло. В общем, пришел все, дал. Очень дико извинялся, что грязно, что завтра все придут, все исправят, почистят. В общем, окей. Я думаю, что на этом мы подружились. Все, а сейчас, ребята, пойдем кушать. Только-только ребята вышли с нашего жилища. И тут, смотрите, уличная еда. Смотрите, девчата, здесь тоже так все прикольненько. Пахнет так приятненько. Ванилью, что ли? Ванилью пахнет. Все-таки тележки мне у них нравятся. У них все здесь есть. И газ, и вода. Можно неделю, наверное, жить на этом. Вон на всем. Еще и двигаться. Что-то зарабатывать. Что-то зарабатывать надо. Она здесь, наверное, делает коктейли всякие. Чай, наверное. Чай, коктейль. Девчата надели свои нарядные платья, как и обещали. Тапки надо срочно поменять, мама. Надо нам на шопинг. Нужно срочно на шопинг. Мы в Таиланде опять, ребята. Клево. Теплый воздух. Кстати, сегодня не жарко, нету прямых солнечных лучей. Ну, вот здесь мне нравится. Кошка, ты чья? Ребята, я в Таиланде, вы что? Нашли мы наконец-таки кафе. Устали. Девчонки уже прям сголодались. Мы заказали курицу, нам уже пронесли. Ребята, мы в Китай. Я думала в Таиланде такой нигде. Острый суп с курицей. О, там одни запчасти, смотри. Там одни лапочки, лапочки. Попробуй. Мне прям интересно вкусно, нет? Мне кажется, лемонграссом отдает. Хотя очень остро, но вкусно. Принести салат? Папайя салат, тоже остренький. Вкусно? А че он так острый? Че так все остро-то, а? Капец, суп вообще острый. Это острый. Я думала для нас. Все ни почем. Так, ребят, принести суп с морепродуктами, буду пробовать. А че так все остро? Они нас что, убить хотят? Или мы давно в Таиланде не были? Или что? Слушай, ну мы же живем в Китае. Они даже детям, смотрите, принесли рис с соусом. Острым соусом. А я тут думаю, зачем он так много льда принес? Чтобы, видимо, потом охлаждать. Мазик засунуть, чтобы в ведро соли дома. Что я могу, ребят, сказать? Очень вкусно, но очень остро. Просто они, видимо, решили над нами приколоться. Он ходит и на нас так поглядывает. И улыбается. И улыбается. Живы они еще или нет? Короче, они наперчили так, что у нас все перченое. Причем перчено так, что вот прям для нас, для нас прям сильно прям перчено. По спине град, из глаз слезы. Рот я уже не чувствую. У нас, понимаете, все остро. Салат острый. Этот салат острый. Суп детям заказали, он тоже острый. Мы говорили, не остро, а он все равно все перепутал. Ну да, он что-то с языком что-то там напутал. Он плохо говорит по-английски, поэтому потом извинялся дико. Но мы всячески упираемся, стараемся это съесть, потому что это очень вкусно. Все, я больше не могу указать. Я тоже не могу. Я прям все горит. Я сейчас сидел минут пять, наверное, просто пил пиво холодное. Жудок горит, все горит. У них вот именно такая конкретика есть. Помню, пришел в парикмахерскую, я говорю, показываю ему, я как в Китае. Я же не могу объяснить, там под насадку или еще что-то. Показываю ему, говорю, вот машинка, машинка, говорю. Вот, берешь и так вот, ух, вот так вот. И он меня как обстриг. Я лысым оттуда вышел, говорю, ну ладно, думаю, обрастет меня. Жена не узнала. В общем, у них прям нужна конкретика. То есть, если остро, не остро, чуть-чуть остро, прям обязательно надо делать. Хочется есть, понимаете, ребята. Вот сидишь над тарелкой, да, вот хочется есть, потому что это вкусно, да? Кисленько так. Кисленько, прям вот. Душисто. Да, вот прям. Но после двух-трех ложек уже начинает гореть так, что аж немеется. И прямо откидывается, и сидишь, что-то холодное пьешь. Чтоб затушить пожар. Капец, наверное, как неженки здесь смотримся. А мы-то тренированные, приехали с Китая, блин. Ребята, вообще у нас вышло 965 бар. Это очень дорого. А что так дорого-то, почему? Ну все, ребятам, закончим на этом видео. Мы разместились, покушались бассейном. Какая-то фигня произошла. Утром, наверное, завтра уже покажем бассейн. Что-то мне не очень нравится, глубокий, сильный. Все, ребята, подписывайтесь на канал. Впереди много очень видео про Таиланд будет. Подписывайтесь на красную кнопочку и на колокольчик. Ну и все, всем пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok